Как упала на нее ветка, 7-летняя девочка не помнит. Сейчас Настя находится в стационаре в автоматологическом отделении. Ребенку назначено интенсивное лечение. Ей непрерывно ставят капельницы. Я помню, что я куда-то с маленькой девочкой играла. И я не помню именно, когда на меня ветка упала. Расскажи, как ты себя сейчас чувствуешь? Лучше. Мама, пострадавшая до сих пор в шоковом состоянии. Увидев травмы дочери, она потеряла дар вечер. Я была на кухне. Я услышала, как она дико плачет. Я вышла, у нее сильно была разорвана щека. До такой степени, что глаз виден был. Врачи говорят, травмы у девочки очень серьезные, но жизни ребенка они не угрожают. Была сделана операция. Рана была обработана, ушита. В общем, дефект довольно большой. Зрение снижено, потому что там отек на сетчатке. Это пока лечится. И уже какое будет зрение, будет ясно потом. Трагедия произошла во дворе дома, где живет семилетняя Настя. Он стоит на балансе РЭПа номер один. Коммунальщики утверждают об опасном дереве. Ничего не знали. По поводу данного дерева на детской площадке, как бы к нам не поступало заявление от жильцов, когда несчастный случай произошел. Там была комиссия. Да, действительно, надо его обрезку сделать. Пока работники ЖКХ думают, что же делать с сухостоем, семилетняя Настя по-прежнему остается в больнице. Дмитрий Слезовский, Александр Селедененко, Виктор Шемшура. Программа «Наше время». Продолжение следует...